В Иркутске молодежь отметила День знаний, акции протеста. Пикет против нового закона об образовании, который вступил в силу 1 сентября, провели студенты и молодые преподаватели. Многие из них разных политических взглядов и не разделяют убеждений друг друга, но протест их объединил. Они договорились, что никто не приносит ни флаги, ни другие предметы с символикой своей партии или своего движения. Символ был один, красный квадрат, его соотносят с движением против платного образования, говорит организатор пикета Игорь. Это касается нас уж непосредственно, то есть как студентов, как учащихся. Некоторые преподают, поэтому, то есть это напрямую нас касается, и поэтому тут уже не выйти нельзя было, по крайней мере, в связи с этой проблемой. А на самом деле проблема основная в том, что сейчас все образование переводится на коммерческую основу. Так как с медициной это уже перевели, в образовании сейчас будет начинаться так, что школы будут обеспечивать сами себя. То есть как бы открыто это не заявляется властями. Они начинают с небольших реформ, но дальше все это будет просто продолжаться, и окончательно это придет к тому, что в школах будет как в магазине. И образование уже станет окончательно платным и недоступным для основной среды людей, которые не смогут просто найти деньги, чтобы оплатить очередной урок. Участники митинга подготовили плакаты с лозунгами «Школа есть, знаний нет, меньше танков, больше книг. Нам нужно бесплатное и качественное образование для всех. Идет война, остановим развал образования. За бесплатное и доступное образование и здравоохранение. Но один из активистов стоял с чистым листом бумаги», говорит участник пикета против платного образования Игорь Огородников. Пустой плакат, на самом деле, получился почти случайно, но я решил выбрать такую концепцию, что на самом деле, если будет продолжаться дальнейшая такая же реформа, как она проходит сейчас, то скоро люди, просто молодые люди, перестанут учиться писать. И они действительно, чтобы выражать свой протест, будут уходить пустыми плакатами, на которых не будет ничего написано. На самом деле, почти все продали. Вот этот плакат символизирует именно это. Во время акции протеста активисты собирали подписи под обращением к министру образования России с требованием пересмотреть закон об образовании, который, на их взгляд, противоречит Конституции Российской Федерации. В обращении говорится, цитирую, «Мы требуем отказа от самой нынешней системы образования, при которой нашему государству грозит массовое производство недоучек, не востребованных работодателями». Конец цитаты. Листы с подписи меркутяне отправят в Москву своим единомышленникам. Они называют их инициативной группой против плакатного образования, чтобы уже они передали подписи со всех регионов России министру образования.